И всем привет, ребят! С вами Сверхи, здесь я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на повестке дня обсуждение одного очень интересного устройства, которое успели занерфить после где-то 12 часов с момента его выхода. Это первое на моей памяти устройство, которое нерфилось настолько быстро. И это устройство на молот. Устройство, которое, на мой взгляд, было, наверное, лучшим в своем виде, в свое время и даже во время нового обновления в прошлую пятницу. Это устройство BlenderBus и на момент записи этого видеоролика прошла ровно неделя с того момента, как сначала молот вышел на новый нереальный баланс и спустя 12 плюс-минус часов был занерфлен. BlenderBus с крита наносил, если я не ошибаюсь, 6 с копейками тысяч урона, что давало возможность ваншота любого противника. Ну и новый молот с быстрой перезарядкой просто-напросто уничтожал бесшансово противника. Сегодня мы скатаем на этом устройстве еще раз, после уже его нерфа. Посмотрим, что оно покажет в матчмейкинге. Ведь молот в новом балансе уже выглядит совсем по-другому, совсем с другими красками и совсем другим интересом. Ну и... Посмотрим, насколько интересно смотрится эта пушка с как раз-таки занерфленным критом. Ведь он был в 2 раза выше от обычного урона. Сейчас он наносит ровно столько же, сколько наносит дефолтный выстрел молота. Ну и... В моем понимании, это устройство могло бы быть очень и очень жестким на протяжении где-то 2 недель. И оно должно было быть, на мой взгляд, таким, так как обновление уже вышло. Да? И это вряд ли была какая-то ошибка, какой-то баг, там или еще что-то в этом духе. Да? Потому что, ну, все было хорошо. Все реально было хорошо. Оно наносило нереально большое количество урона с крита устройства именно. И... Ну, я не знаю. Я думал, что это просто безумие какое-то. Но сейчас мы уже играем на занерфленном бландербасе. Ну и посмотрим, сколько киллов вообще я смогу дать с ним. Да? Посмотрим. Криты все так же часто залетают, но по 3000 урона. По 3000 урона. То есть, если это будет тяжелый танк, то там у нас ваншота не будет. Дальности у этого устройства супер большой нету. Но криты как залетают? Очень часто. Очень часто залетают криты. Мега часто. Так, еще один крит залетел, кстати. Только я его дал в нулевой урон. Еще один крит в ряд! Ничего себе! Они что, повысили шанс на носа критических выстрелов? 6 киллов. Максимально быстрых. Но это платошка ЦП. Шикарная вообще карта. Для реализации такого устройства. Еще один крит. Расстояние. Офигеть. Что-то так много критов. Это очень много критов. Есть резист у нас у противника. Один. 1000 урона. Залетает ему по резисту. Откатываемся шире. Даем с крита 2000. То есть, вот с такого крита, если я сейчас дал 2000, с старого Блондербаса я дал бы 4000. То есть, это бесшансовый ваншот резиста с крита. Бесшансовый. Просто бесшансовый. Сейчас он может выжить. Он просто может выжить, потому что у меня 2000 летит. Да? Ну, вот, например, сейчас 2000 залетело, да? А так бы залетела бы четверочка, бы вкусная. Просто бы с одного выстрела бы улетел бы танчик. И было бы все это дело совсем в другом русле. И совсем с другими цифрами. Так, пробуем забирать точку. И потом попробуем запушить чуть противника сосуля. Мимо. Так, давайте попытаемся вот здесь дать такую хорошую. Но урон, да, урон, конечно, уже не тот. Урон уже не тот. Урон уже не тот, который я видел. Возможно, если бы я сейчас бы не играл бы на том Блондербасе, да? То, может быть, я бы сейчас бы и ничего бы такого бы не сказал, да? И не сказал бы, что, блин, ну это слабый, типа, Бландик. Там он не такой жесткий. Сейчас еще Увердрайв так всосал просто бесшансово. Под Теслу шарика оглушение подставился. Так, ну и пробуем. Давайте раскидать урона. Хороший выстрел, но меня подрывник просто-напросто уничтожает. Три минуты у нас прошло. С момента начала этой катки постараемся забрать точку. Я вообще стараюсь здесь больше на точке играть. Хотя можно было бы, наверное, больше пушить противника и стараться держать их на респе. А наши бы тиммейты уже бы тогда бы сами бы захватывали бы эти бы точки. Ну ладно, пока что стоим так. 2.800 сприта. Хороший выстрел залетает у нас по противнику. 1.200 залетает с еще одного выстрела. Бландербас насчет кризиса 100% актуален. Да, 100% именно с кризисом. Это устройство очень хорошо смотрится. Если дефолтный молот со статус-эффектами на кризисе не так хорош, то этот молот с кризисом очень сильно работает. И мне честно нравится, что происходит с ним. Ну и вот смотрите, например, у нас еще игрок играет. Я так понимаю, что это адаптивная перезарядка, потому что нарисован плюс молот. Да? Он играет на молоте с адаптивной перезарядкой. И пока что у него больше очков, чем у меня. То есть адаптивная перезарядка в рамках этого боя пока что показывает себя даже лучше, чем мой бландербас. При том, что он, скорее всего, играет даже не с кризисом. Так, он играет даже не с кризисом. Так, у нас пока только одна точка на контроле. Викинг прожимает овердрайв. Наверное, стоит поменять рез. Возьмем давайте резист от рельсы и от теслы. И ставим рез от грома. Что у нас мне сильно накидывает теслочка урон. Ну и вот сейчас будет, я думаю, что получше. А, это уже респа. Я думал, что у нас со следующей респа поменяется. Да, все уже поменялось. Так, тиммейты пусть захватывают точку. Я попробую, как говорится, чуть больше попушить. И покидать урон. Расстояния у нас супер большого нету с бландербасом. Поэтому, если что, надо сближаться с противником. Да, и накидывать тычки. Ну, с такого больше упора, наверное. Ну и у меня пока что 17 киллов за 5 минут. Ну, наверное, не так много. Наверное, не так много. При том, что мы отдаем все 3 точки противнику. Вообще, выглядит все максимально плохо. Выглядит все максимально плохо. И пора как-то эту ситуацию менять. Пора как-то захватывать точечки противника. Так, отлично, захватываем. 800 урона в упоре. Правильно, мало. Меня сливают. Так. Ну и точку противник сразу моментально забирает. Значит, у нас ребята не едут контролировать точечки. Мне это не нравится, не нравится. Очень сильно не нравится. Полторушка залетает всего лишь с крита. Еще тысяченка. Блин, ну это не тот бландербас. Это не тот бландербас. Сосуля мне еще залетает с базы противника. Офигеть. Сейчас я жестко. Просто чел мне с разворота плюшечку такую накидывает, не кисленькую. Так, у меня есть оверка. Давайте попробуем, наверное, прожаться. Попробуем накидать чуть-чуть нового молота. Здесь, в принципе, по цифрам, по урону залетает. Очень не кисло. Ну и скорострельность, конечно, у молота стала мега жесткая. Так, пробуем дать по двоим. Маловато. Хорошо. Добавочка. Пробуем захватывать точки. Пробуем захватывать крайние. Так, ну и теперь, надеюсь, что наши тиммейты сделают акцент на центре. Расстояния не хватает. Просто не хватает расстояния. Такого выстрела. Ну и здесь меня в очередной раз респит. 23 кила на 11. У меня есть ощущение, что дефолтный молот сильнее. У меня есть ощущение, что дефолтный молот сильнее. Я имею в виду именно молот со статус-эффектом каким-то. Да, потому что... Ну не хватает урона. Просто не хватает урона. То есть сначала делают супер сильно. Да. Супер крутой, жесткий молот. Который, ну и должен был быть, наверное. Ну, может, чуть-чуть перебор, конечно, там был по урону. Но, в принципе, урон с крита, он и должен быть в два раза больше. Да, то есть... Ну, это дефолтно. Возможно, там стоило чуть... Чуть-чуть там меньше его сделать. Да, то есть не в два раза, а там, ну, в полтора раза меньше. Да, но сделать такой же самый урон, что вы наносите с обычного выстрела, только единственное, что у вас есть возможность пробития дрона, а не не дрона, именно резиста. Ну, это такое себе. Полторы тысячи. Ну, что это есть? Полторы тысячи. Я должен ваншотить такого типа. У меня был бландербас. Устройство, которое в своем залпе имеет один выстрел. У него нет большого расстояния, да, у него есть хорошая кучность, да, я могу дать сразу несколько киллов по нескольким танкам, но это все равно не то. Это все равно не то. Я вот в том виде, в котором я видел новый бландербас и то, что я вижу сейчас, ну, все, как бы, ну... У меня сразу происходит отвращение к этому устройству. Я для себя понимаю, что это не то. Это абсолютно не то. Потому что я видел совсем другой баланс этого устройства. И видел, что делает то устройство, и вижу, что делает это устройство. И понимаю, что оно даже близко, близко не находится в той мете, чтобы оно работало. И самое, что мне больше всего удивляет, поражает, это то, как может устройство, да, с супер имбы в моменте просто вот так вот по щелчку пальца бах и превратиться просто в очень слабое устройство. Вот как так может происходить, я вообще не понимаю. Но если тот бландербас делал мега грязь, то этот молот, ну, в моем понимании, такой грязи даже близко сделать не может. 31 килл за 6 минут до конца. На грамме с вакуумкой, к примеру, я бы в этой катке уже дал бы киллов 60. Да, потому что здесь особо резистов нету у противника, соответственно, я могу на постоянной основе наносить хороший дамаг, да, и просто респить оппонента. Да, и даже с другим граммом, например, там, с каким-нибудь пробитием, мне кажется, я бы мог бы тоже здесь бы дать намного-намного больше, да. Печально, очень печально. Максимально печально, что вот именно так все дело происходит, да, и вот так вот. Поэтому быстро, ну, буквально там часов 12 прошло с момента выхода бландербаса, можно взять и убить крутое устройство, с которым можно было бы сейчас играть. Да, при том, что при любом раскладе бы брали бы резисты, да, ну, окей, оно бы там понагибало бы пару дней, потом бы игрокам бы уже тоже приелось, и уже бы его бы так никто не использовал. Да, и оно бы уже не было таким актуальным устройством. Но взять его, просто его так по щелчку пальца занерфить, я считаю, что это абсолютно неверное решение. И для меня лично оно абсолютно непонятно, да, почему оно выходит в новом балансе и просто через полдня оно скрыто нерфится. Прям вот реально скрыто нерфится. Потому что нигде об этом никакой информации у нас не было. Просто взяли и скрыто занерфили устройство. Пишите, что вы думаете по поводу этого всего дела. Пишите, что вы думаете по поводу этого бландербаса. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.